Она дала ему ответ, услышав который любой вздрогнет. Я эти слова никогда не забуду. Эту историю рассказала Дайна из Челси. Она сама недавно стала матерью, причем роды проходили очень сложно. Но к счастью малышка родилась здоровая и мамочка не пострадала. Дальше от ее лица. Однажды мы с мужем пошли в церковь и оставили доченьку дома. Там один миссионер рассказал нам историю, которая запала мне глубоко в душу. Он часто бывал в приютах, но один из визитов запомнился ему лучше других. Тогда он зашел в комнату к младенцам и не мог поверить своим ушам. Там стояло около ста манежиков, но никто из деток не издавал ни звука. Это было так нехарактерно для маленьких детей, что атмосфера казалась странной и даже пугающей. Тогда миссионер спросил у няне, почему в комнате так тихо. И она дала ему ответ, услышав который любой вздрогнет. Я эти слова никогда не забуду. Женщина посмотрела с грустью в глазах и сказала, попадая к нам, первое время они сильно плачут. Но проходит час, два часа, день, неделя, и они успокаиваются, так как понимают, что к ним никто не придет. Детки понимают, что ни через пять минут, ни через час, возможно, даже никогда, к ним никто не придет. После этих слов мое сердце замерло, и я дала себе обещание, что всегда буду приходить к своему ребенку. Я вернулась домой, прижалась к маленькому тельцу дочки и пообещала ей, что приду посреди ночи, если услышу ее плач. Что мы с мужем всегда будем рядом, поддержим ее в любой ситуации. Что мы будем любить ее, станем для нашей девочки самым безопасным пристанищем и самым уютным местом на Земле, мы всегда будем рядом. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.